Как бы мне хотелось, чтобы все мы жили достаточно долго. Мы это дело можем сделать, но для этого мы должны заботиться о собственном здоровье. Собственное здоровье это что? Ну как бы вам сказать, я в интернете читаю, и оказывается, что россияне не могут жить настолько долго, насколько жители Японии, они не могут жить настолько долго, насколько жители Испании. Они не могут жить настолько долго, насколько жители Португалии. А почему? А потому что там все обрабатывается ионами соли. Ну потому что большая часть Японии это соль, то есть она продувается, представляете? То есть и что такое Магнитогорск? То есть соли у нас не существует в природе, вы представляете? Ну нет у нас соли, это невозможно. То есть у нас большая-большая территория без соли. И поэтому мы, кстати, не можем настолько долго жить, насколько они. Но мне Господь говорит и дает мне возможность вам объяснять ту грамотную ситуацию, что есть специалисты, которые хотят, чтобы магнитогорцы жили максимально долго. Максимально долго, где это? Мы находимся на проспекте, ой, на улице Советской, 185, прямо напротив строя двора. Прямо напротив строя двора. И вот она, та самая замечательная соляная пещера. Хотите посмотреть, как она выглядит? Мы зайдем. И все-таки вот оно, то место. Город наш, любимый, вытянут вдоль Урал, да еще и практически с севера на юг. Пока это вторая по длине улица. Улица Советская и адрес 185. Прямо напротив строя двора. Но здесь есть уникальная соляная пещера. В чем уникальность то? Первоначально уникальность в соли. Поверьте, я примерно видел такие соляные пещеры. Из 5 до 10 были купола из соляных блоков, в которых вы сидели. Поверьте, это самый бюджетный вариант. То есть той атмосферы соляной пещеры не было. А здесь испарение соли. Для тех, кто не проходил химию и никогда не знал физхимию, я говорю, существует диффузионный переход. А еще интереснее, что в теплый воздух вдуваются частички мелкой соли. Настолько мелкой, что вот вам вариант это увидеть. И вы дышите этой солью. И соль здесь не в виде кристаллов, в виде мелкой части. По которой вы ходите. Ну а блоками из мелкодисперсной соли покрыта пещера снизу доверху. Круто? А то. В принципе, для реального получения морского дыхания ехать в плацкарте не нужно. Можно проще добраться до советской 185. Подчас вам может показаться, что все это делается легко и просто. Я скажу, что все нелегко и просто делается. Я просто был в других соляных пещерах. И вы знаете, такого качества, такого уровня я вообще нигде не встречал. Потому что соль не просто, вы даже не в старинную пещеру. Что такое старинная пещера вообще? Как правило, это обыкновенные большие камни. И вы туда заходите. Здесь все немножко совершенно по-другому. Здесь чувствуется большее удовольствие к вашему здоровью. Потому что даже соль везде находится. Я вот прошел, это отдельная тема. То бишь, вы никуда не заходите, не получаете другой аромат. Здесь соль именно испаряется. И она к дополнительности. Здесь отдельная штучка под названием диффузор. Его заправляют. И по сути событий, вы живете в атмосфере соли. И тогда, и тогда, если вы часто будете сюда приходить. А мы говорим, что сюда надо приходить довольно часто. Потому что ценники, ну, для каждого нормального человека, это в принципе тысяча рублей. Что такое тысяча рублей? Ну, я прекрасно понимаю. Особенно мы говорим про пенсионеров, понимаете? Давайте все-таки обратим внимание о качестве жизни. Так вот, качество жизни, это там, где соль постоянно. Это лучшее качество жизни Япония. Это очень хорошее качество жизни Испания. Замечательное качество жизни Португалии. Это все страны проветриваемые. Вы даже не понимаете, что такое Магнитогорск. Соль здесь не существует в природе. Подумайте, где ее можно найти. Так вот, ее не существует. И когда мы говорим про качество жизни, там, где есть средиземноморская диета, не надо забывать, что в какой атмосфере они живут. И эта атмосфера для вас сегодня здесь. Потому что это лучшее удовольствие, с моей точки зрения. К слову о том, каков подход. В данном случае мне это нравится больше. За раз 8 человек и дети могут также дыхать соль. Но обратимся к самой соли морской. Это необыкновенная поваренная соль из мест. Соль Илецка. Здесь примерно 13 компонентов. И все они действуют на вас. Поэтому мы говорим, что в морской диете из чистых, не промерзших продуктов внедряется вся Япония, которая продувается бризами. Наш лучший бриз – это соряная пещера на Ставецкой 185. Здесь мелкодисперсная морская соль и теплый воздух. К слову, а почему мне самому не вдохнуть оной? Я вот просто стоял, да? Я просто стоял. Вот здесь ионизатор соляного воздуха. Как-то хорошо, когда мы дышим в соли и находимся в атмосфере настоящей соляной пещеры. Это не все, что другое. Все, что другое, немножко имеет отношение к зарабатыванию денег. Мы тут деньги-то и не зарабатываем. Хотя, в принципе, нам необходимо было бы, чтобы вы сюда все пришли. Поверьте мне, ничего сложного нет. Отличный шумодав, то есть здесь вообще тишина. Хотя, в принципе, мы находимся на улице Советской. Рядышком со строю двором, прямо напротив. Ну и чуть-чуть дальше. То есть, в принципе, достаточно серьезная улица, да? Но, тем не менее, здесь можно спокойно отдыхать, понимаете? Спокойненько. Сорок минут вы будете релаксировать. Релаксировать и будете ощущать, что соль... Вы не просто где-то находитесь, и, возможно, что-то будет по-другому. Нет. Соль грамотная, нормальная. Океанская соль, естественно, испаряется. И вы даже должны понимать, что если мы будем говорить о вещах нормальной жизни, да? То есть там, где все живут максимально долго. Я, конечно, хотел, чтобы вы жили максимально долго. Но для этого пункт номер один. Вам необходимо постоянно есть настоящую рыбу. А вот с этим у нас проблема. Я имею в виду океаническую. Сейчас такие ценники. Ой-ой-ой. Вот. Или другой вариант. Прийти сюда и просто спокойненько отдохнуть здесь 40 минут. И вы тогда поймете, что это удовольствие немножко другого уровня ТО. Потому что здесь работают именно для вас. Чем магнитка хороша? Мы здесь перемешаны в нашей прошлой жизнью. Мы всегда работали, и это наша суть. Наша суть в наших мыслях, из которых создание профессиональной соляной пещеры, а это лучшее, лучшее для города. Сумма реально небольшая. И каждый пенсионер вправе получить морской бриз. Потому что именно дыша постоянными бризами, Япония живет больше, чем кто-либо. Но и в Магнитогорске сегодня можно это сделать. Я прекрасно понимаю, что в свое время очень много путешествовали, были в различных санаториях. Но сегодня сейчас то, что в Магнитогорске, как вам понравилось? Замечательно, успокаивающая музыка, очень красивый интерьер, воздух. Такое ощущение, что ты находишься на берегу моря. И вот этот морской бриз, морской воздух, он просто замечательно действует. Как на нервную систему, так и на органы дыхания. Я прекрасно понимаю, что возраст у нас уже интересный, красивый и симпатичный. Но можно ли прожить дольше, используя то, что вам дает природа и отдельные специалисты, которые вам организуют цельную комнату? Ну, безусловно, сегодня мне 71 год. Я намереваюсь прожить как минимум еще 20 лет. Умными сюжетами я делюсь с вами. Этот текст я прорабатывал вместе с Родионом Сагдеевым. Он в разы умнее меня. Главное, используя интернет, вам показать большую сущность, лучшего места для получения вдыхаемых солей из соляной пещеры. Наша мысль – экономия получать большее. А Магнитогорск это делать умеет. То есть, я там пробыл не так уж и много времени, но понял то, что вот, что нам необходимо. Да-да-да-да-да. Потратить сумму-то небольшую и получить то самое лучшее качество. То самое лучшее качество жизни. Я прекрасно понимаю, что соляных пещер везде и всюду очень много. Ну, практически. До таких и такого уровня я еще нигде не встречал. И, если честно, я бы вам крайне советовал приехать сюда, на улицу Советскую 185, для того, чтобы вы могли понимать удовольствие, удовольствие от продления вашей жизни.